Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среди. Как и всегда, мы разбираем события минувшего дня, смотрим, как они отработали в основных финансовых инструментах и в связи с этим оцениваем шансы на то, чтобы ряд тех спекулятивных инструментов, на которые мы делаем наибольшую ставку, добрались до обозначенных ранее целей. Впереди у нас очень много важных отчетов, собственно, торговая сессия о среде обычных в рамках недели и начинает снабжать нас такими конкретными хронологическими статистическими данными. Вот мы их, собственно, и будем отыгрывать. И сегодня я предлагаю обратить внимание сразу на британскую валюту, на нефть и, безусловно, на оттопы. Ну, можно еще и посмотреть за тем, что будет происходить с европейской валютой, потому что в 14.00 по московскому времени состоится выступление председателя Европейского Центрального Банка Марио Драги. Хотя его позиция, безусловно, неизменна. Я не думаю, что он приготовил что-то интересное, что-то новое. В принципе, позиции Драги отличаются прежде всего тем, что он никогда не провоцирует ненужную владельность и турбулентность. Поэтому, если бы что-то и планировали сказать в плане того, что мы не ожидали, то общественность, трейдеров, инвесторов к этим изменениям бы уже давно подготовили. Поскольку никаких изменений не было, я считаю, что максимум, на что мы можем рассчитывать сегодня, так это на повторение того, насколько важной является мягкая экономическая политика для Европейского Центрального Банка. Куда больше интерес сейчас связан с предстоящей динамикой доллара, которому на текущий момент, очень важное выполнение, на текущий момент пока что удается несколько убрать про запас возможность отыгрывать риски, связанные с обострением геополитической напряженности в отношениях США и Китая. Тот новостной фон, который мы с вами разбирали вчера, только поддержал позитивный настрой, обозначив то, что стороны действительно сейчас пытаются найти, возможно, найти выход из сложившегося торгового противостояния и урегулировать все спорные моменты. Я сейчас чуть подробнее на этом фундаменте остановлюсь, но важно, что мы сейчас можем сделать больше акцент не на геополитику, а безусловно на экономическую теорию в виде макроэкономических данных. То, что мы раньше не могли делать, потому что трейдеры, безусловно, когда есть какие-то экономические потрясения, есть риски, эти события отыгрываются в первую очередь, а вот экономическая статистика уходит на второй план. Сегодня мы будем надеяться снова эти события, этот фундамент поменяется местами и мы будем ждать данные по инфляции и стараться логичным образом отыграть отчеты в курсе американского доллара. И замыкать еще в день будут протоколы ФРС США. Безусловно, протоколы это подведение итогов прошедшего заседания американского регулятора, поэтому мы должны заветно быть готовы к тому, что это протоколы, которые не учитывают последние отчеты, сильные, по, собственно, росту зарплат, не учитывают сильные отчеты по индексу цен производителей. Мы сегодня его также разберем. И, безусловно, это протоколы, которые не будут учитывать сегодня ожидаемые сильные данные по инфляции. Поэтому я сразу хочу, чтобы вы скорректировали свое позиционирование и даже если что-то пойдет не так в плане риторики ФРС, должны понимать, что, скорее всего, позиция американского регулятора, представитель ФРС уже изменилась. И изменилась в пользу того, что Штаты, как и, собственно, раньше, может быть, даже еще больше, в случае, готовы к политике более высоких процентных ставок. Ну, а теперь давайте чуть подробнее остановимся на нефти, которая сейчас показывает какие-то чудеса, волатильности и самое настоящее, очевидное бычье ралли. Я, будучи мельведи, никак не рассчитывал на то, что котировки смогут прорваться выше 70 долларов за баррель, но сейчас нам приходится констатировать то, что текущее значение – это максимум за последние три года. И закрытие было не просто выше 70, мы даже локально забирались до более высоких ценовых разночений. Клоус 71.16 по бренду, сейчас котировки чуть подниже – 70.74. В целом, что стало причиной того, что спрос на лифтах вырезка на ФРС? Ну, во-первых, это снижение геополитической напряженности в отношениях между США и Китаем. И второй момент, который, на мой взгляд, тоже является сейчас актуальным – это риски обострения ситуации, которые могут привести к полноценному военному конфликту в Сирии, а это уже чревато срывом поставок со стороны, собственно, Ближнего Востока. Почему я сейчас делаю акцент на эту тему? Потому что она очень актуальна, опять же, в связи с теми событиями, которые происходят на российском фондовом рынке и с рублем. Потому что, как вы понимаете, недавние потери, которые несет российская фонда, да и рубль еще по-прежнему сохраняет потенциал революции, связанных не только с финансово-экономическими санкциями, а с тем, что, собственно, США нашли доказательства применения сирийским правительственными войсками химического оружия Дамаском. И косвенно это, конечно же, бросает тени на Россию, потому что Россия поддерживает режим ОСАН. В данном случае мы возвращаемся к тому, как планируют ответить на это Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп, помним острое высказывание о том, что подобные антигуманные, собственно, действия должны сталкиваться с довольно серьезным ответом. И Штаты планируют что-то сделать, вот в самое ближайшее время Трамп обещал решение, которое будет озвучено даже вот не в перспективе каких-то ближайших недель, я думаю, что уже до конца этой недели. Поэтому и рынок сейчас российский находится в напряжении, неизвестно как и что придумают Штаты. И рубль продолжает валиться, даже несмотря на то, что цены на нефть бьют многолетние максимумы. Это очень серьезный, системный уже риск для России, потому что если российская валюта не может получить поддержку в позитивной динамике сырьевого, инструмента важного и основного для нее, то что же будет тогда с рублем и с российской экономикой, если еще и цены, скажем, войдут в некоторое подобие штопора и снова уйдут к уровням, которые мы наблюдали несколько месяцев назад. Это может быть гипотетически такой весьма неприятный и негативный сценарий для всей российской экономики, но я думаю, что простые расчеты, выводы и опыт, который мы накопили реакции рубля на то, что происходит с ним по факту распродаж нефти еще с 2014 года, позволяет говорить о том, что действительно Россия сейчас находится на пороге очень смутных и непростых времен. И все это следствие вот этой замкнутой санкционной политики, которая проводится, все это следствие новых обвинений в поддержке режима в Сирии, с учетом того, что может быть это правда только по вере с США, поднимаются правительственными сирийскими войсками. Вернемся к нефтянке. Резюмируем то, что снижение геополитической напряженности касательно торгового противостояния, риски обострения конфликтов в Сирии – это два важных момента, которые привели к спросу на нефтянку. Также рост цен на нефт был поддержан и вчерашним выступлением председателя КНР Си Цзиньпини на азиатском форуме на острове Хайнань, в частности. Мы тоже следили за этим событием, потому что это своего рода пресс-конференция, которая знаменовала переход из тафеты каких-то потенциальных, важных заявлений от высокопоставных чиновников касательно всей той же самой темы, того, как развиваются отношения США и Китая. Отношения США у нас более-менее с позиции было ясно. Трамп, правда, противоречит сам себе у него 7-5 на неделе, и позитив сменяется негативом. Но последнее, что мы слышали, это все-таки не комментарии, которые предполагают усиление торгового противостояния, а выраженные и выказанные надежды на то, что сторонам удастся урегулировать спорные моменты и договориться. Аналогичную позицию выразили и высказали и другие чиновники администрации, собственно, США. И после этого мы решили посмотреть, как отреагирует Китай, опять же, на прошлое решение Трампа. Я напомню, что последние такие ограничительные барьеры, новые, были обозначены не так давно, в минувший четверг, когда Трамп вручил в торговом палате рассмотреть возможность расширения номинования товаров, в отношении которых будут действовать новые и бронные пошлины. Это пока подвешенный вопрос, решений еще нет, но прорабатывается, конечно же, это негативный момент. И по идее мы могли бы рассчитывать на то, что Китай может ответить снова, как это было раньше, может также расширить перечень товаров, на которые будут действовать новые пошлины и так далее. Ну вот, судя по вчерашним комментариям Си Цзиньпини, никаких агрессивных контрдействий, даже словесных, не было. Более того, то, что мы услышали, это явный посыл всему рынку, а может быть даже прежде всего США, что Китай работает над исключительно либерализацией экономики, работает над ее открытостью и никак не над протекционизмом, который предполагает защиту национальных производителей вот такими действиями, как сейчас предпринимают Соединенные Штаты Америки. И непосредственно в чем будет проявляться вот эта более либеральная политика, ну, в частности, председатель КНР пообещал сделать внутренний рынок и, прежде всего, финансово и промышленный сектор более открытым для инвестиций. То есть, как это будет осуществляться? Через повышение лимитов, скажем, владений долей тех компаний, которые составляют основу экономики Китая со стороны зарубежных компаний. Очень сильно эта позиция переплетается, опять же, с тем, что было ранее озвучено со стороны США. Мы помним, что Штатов, и в частности Дональд Трамп, очень сильно беспокоила тема, что Китай проникает в высокотехнологический сектор Штатов, при этом сам Китай остается как бы закрыт для инвестиций со стороны Запада. И мы видим, что сейчас эта ситуация меняется. Возможно, комментарии со стороны председателя КНР также станут причиной потепления и свечения позиций самого Трампа. Поэтому рынок вдохновился на этом, и мы в итоге увидели рост. Но при всем уважении, я думаю, что этого фундамента, по идее, явно было недостаточно для того, чтобы показать такой рай. И объяснить какие-то другие скрытые причины, кроме как, опять же, действия маркетмейкеров и игры против совокупной позиции, которая, скорее всего, предполагала именно такие огромные шорты в связи с тем фундаментом, который мы анализировали ранее. Ну, вот только вот эти кулуарные игры. Я хочу отметить, друзья, то, что впереди для нефти очень много событий и рисков. Во-первых, сегодня мы ждем запаса нефти от администрации инотической информации. Ранее американский институт нефти сообщал о том, что запасы снова выросли. Ждем, собственно, статистику в случае сохранения тренда, восстановления, точнее, тренда роста запасов, в случае увеличения нефтедобычи от очередного максимума в США. Это, ну, медвежьи факторы. Ну, вопрос, отыграется ли они в нефти. Завтра еще доклад о бег по объему добычи. И в пятницу Международное научническое агентство представит прогноз по спросу на нефти. Если у медведей есть шанс и есть еще желание подключиться в игру, в текущее, собственно, развитие коррекционную динамику, отыграться и перехватить инициативу покупателей, по сути, текущая торговая сессия четверг и пятница – это последняя возможность, когда это можно сделать. Давайте, лично я, делаю ставку на эти предстоящие торги, на новостной фон и рассчитываю на то, что медведи тоже покажут свой характер. Все-таки очень мы высоко забрались, да и тем более в последний комментарий со стороны Саудовской Аравии, которая явно заинтересована в высоких ценах на нефть в преддверии IPO Saudi Aramco, уже высказалась о том, что текущее значение, ну, более чем их устраивает. Поэтому нет необходимости тащить котировки выше. Соответственно, рубль 63.22, революция продолжается. Я думаю, что по мере тестирования сопротивления 65, можно будет уже подумать о фиксации длинных позиций, потому что потенциал ослабления произошел в себе наши ожидания. И, вероятно, для того, чтобы разбить панические настроения, выгружы где-то вблизи 65-ти потенциаций Центральный Банк России через валютные интервенции, которые, конечно же, логичным образом приведут к небольшому откату. Доллара и японская иена. Сейчас не буду возвращаться, опять же, к тому, что мы анализировали на прошлой неделе. Не буду сейчас снова уходить в геополитику. Просто предлагаю, что, раз уж мы сегодня ждем статистику по индексу потребительских цен, вспомните, есть ли у нас основания, увидеть хорошие цифры. А для того, чтобы вспомнить это, нужно обратиться к отчету по заработным платам. Вы помните, статистика хорошая в пятницу. Вчера у нас была еще одна репетиция того, какие данные по инфляции выйдут. Это индекс цен производителей 0,3%, рост с 0,2%. В годовом выражении тоже прирост с 2,8% до 3%. И важно, что еще статистика показала позитивную динамику в годовом выражении, даже без учета весьма волатильных показателей, таких как продовольственные товары и цены на энерго-носители. Поэтому, друзья, совершенно очевидно, с такой поддержкой мы сегодня вправе рассчитывать на то, что ожидания экспертов, аналитиков подтвердятся по прогнозам. Сегодня нас ждет рост по инфляции. А, соответственно, если индекс потребительских цен не разочарует, на рынок снова вернутся разговоры о том, что ФРС будет продолжать политику более высоких процентных ставок, может быть, даже более агрессивно, чем раньше, потому что единственная проблема, которая была ранее, это низкие значения инфляции. Сегодня у нас есть возможность увидеть рост этого индикатора. У нас так и не сработала отложка покупки доллара против иены. Я считаю, что мы можем ее немного подтянуть повыше, потому что рынок скакал вперед, котировки уже 107. Я думаю, что будут еще выше, но на случай коррекции локального отката можно будет подбирать пару долларов иены с отметки 106.80. Европейского рынка против доллара 1.2361. Евро использует сейчас поддержку слабого доллара, пока что слабого доллара, ну или лучше сказать доллара, который зажат в каком-то крайне узком диапазоне и не снижается, не растет. И рисковые инструменты сейчас выигрывают, потому что понимают, что пока на рынке нет негатива, связанных с геополитикой, конечно же, это причина, из-за которой лучше поспекулировать через высокодоходные инструменты, нежели через защиту. В защите еще успеют все побывать, если опять какой-нибудь номер выкинет трат. Но пока что у нас рисковые инструменты пользуются спросом. Евро, как я уже отметил, находится в восходящей фазе. Сегодня обломать и обкупать евро вполне может драги комментариями о важности меркой экономической политики. Я снова отмечаю, друзья, то, что занимать длинные позиции по европейской валюте сейчас крайне рискованно. Фунт против доллара. Британец растет. Хорошо, 1,42. Сейчас уже котировки. Ждем выше отметки 1,43. Цель, которая более-менее нас устроит, если фунт окажется там, это примерно 1,45. Фунт хорошо использует и то, что происходит с долларом, и поддержку новостного фонда, потому что покупатели делают ставку, длинную ставку на фунт. Почему? Потому что ожидают майское заседание и верят в то, что банк Англии в целях борьбы с высокой инфляцией будет повышать ставку. Трейдеры также отыгрывают позитив по Брэкзиту, недавно достигнутый соглашением о двухлетнем переходном периоде, то есть до конца следующего года, который стал не просто благожданным позитивом, но он был еще воспринят в качестве, наконец-таки, подтверждения того, что переговоры сдвинулись с мертвой точки и прогрессируют. Вчера мы делали ставку на господина Халдина. Я не буду петь дифферанты, потому что его риторика немного была не той, на которую мы рассчитывали, но на фунт он особо не повлиял. Поэтому я считаю, что не стоит даже разбирать вчерашние комментарии. Да, он голосующий член Банка Англии, но не единственный. И по-прежнему у нас позиция сохраняется неизменная, потому что в мае мы все-таки увидели повышение ставок. Сегодня в 11.30 промпроизводство по Англии. Посмотрите на прогнозы. Вроде бы как действительно были основания для улучшения данного сектора. И хорошо, чем лучше будет статистика, тем больше вероятности изменения ставок в мае. Поэтому ралли по британцу будет продолжено. Я в этом не сомневаюсь. Ждем на скрепление пары выше отметки 1.42.50. Фондовый рынок США на фоне вчерашних комментариев председателя КНР тоже немного прибавил, потому что раньше у нас топило этот сектор падения технологического сектора США. Мы помним также еще и поручение Министерства финансов от Трампа о том, что нужно разработать меры, которые должны были ограничить возможности Китая по инвестированию в этот сектор со стороны китайских компаний, потому что Трамп очень сильно заботит и волнует идею того, что Китай наглым образом крадет их интеллектуальную собственность. Но вот Китай, на мой взгляд, пошел на очень правильный и грамотный, такой проактивный шаг, открыв собственный рынок для инвестиций. И это поддержало вот эти высокопарные идеи всеобщей глобализации. И надеюсь, что Трамп тоже сменит гнев на милость и все-таки успокоится относительно каких-либо новых ограничительных барьеров у адреса Китая. Хотя, опять же, Трамп — это импульсивная фигура, и все может быть. У нас и раньше было потепление этих отношений, мы и раньше верили в позитив, однако и не с того на сего Трамп, вставая не с твоей ноги, снова решает вернуться к тематике усиления этого такого противостояния. По фондовому рынку, друзья, я ни в коем случае не хочу вам давать рекомендацию покупок, потому что потенциал коррекции еще не исчерпан. И американский фондовый рынок снижается не только из-за геополитики, но американский фондовый рынок в большей степени оказывает давление, сокращение доллара в ликвидности, и то, что может случиться с американской экономикой, если ситуацию не взять под контроль, я имею в виду еще этот рост дефицита бюджета США, который действительно сейчас на пороге практически одного триллиона долларов, чтобы вы понимали, это показатели, которых мы не видели очень давно, больше 50 лет, и это фактически 5% выпадает, а чуть больше. И если не будут найдены новые источники дохода, если не удастся все-таки сократить дефицит бюджета, то мы в конечном счете будем говорить и про долговую нагрузку для экономики США в виде 100% от ВВП. Но это все. Я думаю, что риски, если они реализуются только в будущем, пока давайте не будем расправляться на совсем длительные периоды. Сегодня работаем статистика, которую я уже сказал. Доллар канадец использует сейчас преимущество того, что происходит с рынком нефти, в частности, обновление мегалейных максимумов, способствует и укреплению спроса на сырьевые инструменты. Я признаю, друзья, даже несмотря на такое снижение, верю все-таки в разворот, и верю, что сегодня, если уж не нефтянка, то, по крайней мере, доллар, о котором я уже говорил с точки зрения ожидания роста, может позволить паре откатиться. Если же мы все-таки сегодня продолжим снижаться, и вслед за отметкой 1.26 у нас будет тестирование в поддержке 1.25, но тогда уже будем думать. Возможно, придется все-таки признать тот факт, что канадцам движет нечто большее, чем мы видим. Но я попробую уже в этом разобраться и, разумеется, сказать вам о той идее, которая может в связи с этим быть. Из важных событий сегодня ждем промпроизводство Англии, далее драги, потом инфляция по Штатам, далее у нас идет запасы нефти в США и замыкает день протокола, которые даже без текущей статистической поддержки, скорее всего, будут предполагать важность, актуальности, идеи проведения более жесткой политики. То есть, если уж не инфляция, то протоколы точно смогут доказать поддержку доллару. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошая вам прибыльная торговая сессия, друзья. Не забывайте, что с учетом таких событий мы априори должны нутром чувствовать высокую волатильность и готовиться к ней. Контролируйте риски, не злоупотребляйтесь. Супотребляйтесь с загрузкой депозита. Это должен быть консервативный трейдинг. И будем надеяться, что идеи, которые мы позначили, отработаются. Всего доброго. До свидания.